ребята теперь давайте вот мы сейчас будем спускаться все ниже и ниже к реке вот круизные корабли катера он видите двигатели работает а вон с той стороны какая красота тот мост я очень любил все надпись на дверях мощный опять вспомню все о тук-тук-тук видишь стучатся какие ставни то есть же это иисус здесь магазинчики маленькие только так прислоняешь и вот загорелась надпись везде стоят велостоянки у пол каждого домика закутался ем кстати смотреть семечки из россии движемся вперед погнали ребята теперь давайте вот мы сейчас будет спускаться все ниже и ниже к реке вот такие домика них видите подъезды разные из дома тут каждый районный каждый дома все индивидуально тут нет чего-то знаете прям похожего постоянно при строительстве новых домов придумываются новые проекты разработки усовершенствуют очень такая страна интересные умнейшие мне хочется увидеть речку река называется ваала но это рейн немецкий рейн который течет с германии потом становится ваалом и впадает северное море в этой реке я купался ребят купался даже в октябре или и летом и весной точнее не летом нет весной купался и даже 1 октября я помню первый раз купался осенью сейчас я вам покажу набережную посмотрите так здесь какой-то ремонт идет и смотрю дороги блин раньше здесь был так красиво может что-то не меняет или сразу здесь так было очень хорошо что тут отгородили меняет жаль не надо было здесь ничего нет тут и так было все очень и очень круто не знаю почему они меняют мы решили давайте пройдем здесь тогда все завернем сейчас реку посмотрим хотел я вас все крепости отвести тогда крепости не получится с правой стороны надо обходить мы туда не пойдем ребят мы сейчас речку видим и все мосты три моста основных которым я каждый день почти катался на велосипеде путешествия вот эти места все объездил вдоль и поперек везде везде они меняют наверное асфальт и хотят сделать плитку потому что тут плитка посередине может хотят сделать асфальт не знаю точно вот набережные вот круизные корабли катера сейчас я покажу речку что с той стороны есть видео как я летом ну не летом почти летом майка штанг на пляже на этом как люди здесь купаются загорается проводит время есть разные мне видео их там тысячи а голландии тогда я только решал эти всем заняться не было просто хобби но она и сейчас хобби но не про хотелось тут получается ты корабль стоит при швартовании и видны двигатели работает он видите двигатели работает того с той стороны какая красота вон наши мосты вот этот железнодорожный он за ним еще дуга это такой автомобиль тот мост я очень любил есть много видео у меня с того моста и день рождения если отмечал на нем общий вид набережной я сейчас сделаю вам вот так покажу а вот с той стороны тут остров получается это не вся река с той стороны еще есть место вот там домики голландцев жалко велика нет тут есть у нас и домики еще знать какие такие на воде но туда далеко идти не пойду я туда сейчас есть у меня видел принципе можете посмотреть кому то будет интересно я скину ссылку домики на воде чтобы не искать у меня допустим и там вот впереди замки вот там третий мост еще есть вон у третий мост виднеется вот три моста это автомобиль не он он передерживались дорожные а там то я автомобильные другие мосты ребят я сейчас буду возвращаться в город на речи тут я смотрю небольшой ремонт и достаточно прохладно будет с реки все-таки от воды сырости больше не скажу что прям холодно видите немножко кутус то шел нараспашку уже все-таки под вечером немножко холодает ну классно классно ребята сейчас я все-таки еще третий мост тут покажу он 50-е годов постройки вы 50 лет сейчас вон они баржи плавают все так же голландии все также цветет год я здесь не был почти такая же здесь как мне здесь нравится такая красота так здесь все сделано вот он еще третий мост по нему я ходил ездил на велик много-много раз ребят тут кафешка там еще столько всего интересного но пока что все сейчас мы еще дальше поснимаем вот смотрите еще одно очень красивое здание в наимедине это историческое тоже тут как ратуши я не знаю точно я забыл как это называется но у меня в видео можно найти тут много чего рассказывается о войне после войны о войне великой отече вот надписи на дверях мощные если посмотреть то тоже 1500 годов супер двери супер местечки ставни такие раньше я заходил туда внутрь и снимал тоже очень много роликов об этом месте давать потрогаю ребят опять помню все тут 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 висит учатся какие ставни красивое место 1879 но она нет не 1879 она 1500 году а вот смотрите вот арка да а вот на это арке вот смотрите тоже на кром старая старая все высечено рифлено все позеленевшие и год высечен вот же 663 то есть же это иисус от рождества иисус 663 а потом говорят нам приписали эту тысячу вместо же стали писать единичку и получилось что 1663 а мы не так давно живем от возраста иисуса христа спасибо от рождения ну вот он получается самый главный храм вдалеке и мы с вами здесь немножко прогуливаемся вот представляете сейчас вот середина зимы 2019 вот что сейчас в данный момент голландии у нас там россии говорят все снегом здесь заваливают голландию тут пройти невозможно а тут посмотреть какая красота ну чуть-чуть прохладненько но опять же без снега без всего люди ходят и без шапок и курточках то есть все разумно вот улица такая рыночная здесь магазинчики маленькие обувь одежда там всякие всякие такие вещи косметика женская что-то еще то есть продается здесь по мелочам но вы хоть посмотрим на голландские как они выглядят все по разнообразным тут и молодые старые все одеваются так более-менее модненько и красивенько люди достаточно высокие не просто достаточно высокие они самые высокие в мире если взять среднестатистические то есть и женщины и мужчины там самый большой рост имеют в мире так что мы здесь русские такие средние или маленькие вот так назовем большие они люди ну вот магазинчики магазинчики обувь все 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 сейчас еще немножко пройдемся пониже я там кое-что еще поснимаю ребята давайте для интереса я сейчас вам тоже покажу как не работают голландские светофоры и как вообще все здесь происходит то есть допустим вот светофорчик смотрите подходите к нему и просто прислоняйтесь видите рисунок вот так прислоняешь и вот загорелась надпись сейчас должен загореться на зеленый свет чуть попозже пока что красный мы ждем а все у зеленый видите и затрещал затрещал для того чтобы люди кто без зрения слуха это для слуха для слуха так скажем для ушей кто плохо видит пожалуйста ушами услышим что можно свободно идти и так везде 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 во всей голландии такие светофорчики итак а теперь давайте просто прогуляемся по улочкам голландии таким частным жилым небольшим квартальчиком где живут обычные люди не центр города уже обычные районы посмотреть как выглядит все у них зимой морозик такой не в морозе для них это мороз для нас это чуть ли не весна или ранняя осень прогуляемся по этим улицам посмотрим велодорожки они так и катаются и зимой и летом все как обычно тут ходит пешком кто-то ездит на велосипеде кто-то ездит на машине везде стоят велостоянки у пол каждого домик ведь огромные окна стекла такие прям большие хорошие есть поменьше окошко но они очень любят большие окошки желательно без рам чтобы одностворные были велостоянки динамомашины вот из ссср еще видите свет что подсвечивать часто очень попадаются динамомашины всякие фонари такие обычные не китайские все велики очень качественные на самом деле они вот выглядят все как старенькие но они лучше любого китайского велосипеда у них и рамы и там и все-все-все очень хорошо устроено то есть люди прогуливаются ходят взад и вперед вот еще велосипедики вот такие домик у них дверки гуляем мы с вами по частной улице не по частной по жилой улице уже города неймедина идем сейчас мы в направлении моей работы смотрите какая зелень и это инвариум что это за растение не знаю вот такие красивые вообще цветочки просто обожаю ведь как и кирпичной кладки вижу очень очень много лет более 100 лет вот этим всем домом которым мы проходим сейчас мы видим с левой стороны ему около 100 лет каждому даже больше а выглядит когда есть посмотреть это обалдеть можно каждым этом домик по 100 лет по 100 лет потому что на мной написано дата изг скажем их строительство в кирпичной кладке там ну там по-разному не выбивают реально им по 100 лет где-нибудь увижу покажу вот воскресный день вечер такие улицы голландии так они выглядят люди гуляют тут местные жители проходят туда-сюда ну и мы с вами гуляем идем по улице прям смотрим на всю красоту машины стоят разные такие да круто круто январь блин а такая погодка вообще очень классно самом деле но я приближаюсь к моей работе бывшей работе вот сейчас хочу посмотреть что там произошло я когда сейчас на автобусе проезжал примерно тот район я и так издалека увидел там есть изменения вам о них расскажу вот домик например вот смотрите вот этот 1800 1 8 8 3 или 5 1885 года вот соседний точно такой уж дом 1885 года то здесь реально дома 1800-х годов по сто лет стоят и стоят себе никого нет город как безлюдный вот в центре города только все скопление люди от кафешки где-то еще вот по на окраине вообще нет никого все тихо спокойно вот на любую улицу заворачивая время час часов 4 или 5 вечера может быть пол пятого день часы может будут не вижу часов нигде телефон не ходит заставать руки уж подмерзли вот уже закат такой но все равно немножко снимаем прогуляемся принципе эти улицы на велосипеде много раз проезжал много раз немалых вот церковь 1897 год и что 2018 реконструкции чуть-чуть все отремонтировали ну всем домом здесь по сто лет короче мы с вами идем дальше ребят сейчас мы еще включим чуть чуть попозже и так ребят посмотрите вот еще какие красивые клубочки домики такие небольшие но двухэтажные они очень комфортные на первом этаже обычно кухне всегда у них на втором этаже там комнаты санузлы могут быть и на первом этаже точно не кухня большая прихожая такая и кухня большая гостиная вот мы сейчас идем в райончик в таком уже за городом загородный райончик голландии так все выглядит окна они кстати не закрывают по вечерам но не все но очень много людей вот например окошко открыть заглядывать не будем потому что нас сильно будет видно но если вечером снимаем может где-то будем проходить посмотрим в окна как они живут хотя я снимал такие тоже видео у меня есть несколько вечером как приехал на велосипеде и смотрел у кого что дома есть вот улицы вот такие видите то что если он показывает поэтому сейчас почти уже находимся за городом уже рядом с промышленной зоной и там будет рядышком находиться мое место обитания моя работа который мы идем что посмотреть что же там сейчас произошло пока что мы просто гуляем движемся в направлении рассматриваем эти красивые домики эту жизнь видите окна кстати от пола без фундамента двери почти тоже от земли у них не снега нет ничего то есть у них не дождей не дожди бывает всегда сильный но такой высоты им хватает чтоб полы не заливали снега не бывает бывает он там выпадет он сразу растает вот и не кстати какой-то уже мы сейчас похолодал под вечер на траву лег вот она голландская жизнь а вот она моя же сейчас вы увидите вот он я сейчас уже иду закутался ем кстати смотреть семечки из россии привез семечки из россии что-то такие захотелось до магазин далеко идти хотя магазин мы тоже зайдем я там уже два зашел сувенир купил но потом может других видео покажу на чем мы займем продуктовый магазин обязательно посмотрим что там есть вот идем вместе с вами по улицам голландии идем бредем ну скоро уже придем ребят наша цель попасть ближе к моей работе народу никого за городом все по домам скорее всего так они живут тихо спокойно движемся вперед погнали а